Здравствуйте, коллеги, друзья. Меня зовут Катаев Юрий, я директор компании Шлифинструмент. Тема моего сообщения «Алмазный инструмент для камней обработки и импортозамещения». Сразу хочу заметить, что вечно идет об алмазных сегментах, не о всем спектре алмазного инструмента, а только о сегментах, поскольку наша компания занимается именно этим. Мы производим алмазные сегменты и дисковые пилы для камней обработки, строительства и прочих неродных материалов. Коротко начну с того, что в России работает несколько таких предприятий, как наши. В основном они расположены вокруг Москвы. Ну, в алфавитном порядке. Это отель, Аллатон, Вятич, Кермет, Неборит. На Кавказе Терекалмаз и на Урале наша компания Шлифинструмент, которую я здесь и представляю. Из вышеперечисленных предприятий тех, кто сидит вокруг Москвы, инструмент для камней обработки делает кермет частично и немного гиборит. Остальные все работают в стройке. Почему в стройке? Потому что стройка эта более маржинальна, весела. Насколько у камней обработчиков денег круглый год не бывает, а у строителей есть. Поэтому все эти компании, даже некоторые из них когда-то пытались заходить в камни обработку, но все вернулись снова в стройку. Ну, Дерекалмаз производит что-то там на Кавказе. Я не знаю сейчас, в каких объемах, я давно у них не был. Поэтому более подробно остановлюсь на работе нашей компании. Мы примерно 50 на 50 работаем в строительстве и в камне обработке. Значит, ну так сложилось. Компания уже 32 года. Начиналась она как производитель абразивов для камней обработки. На базе Ташкентского абразивного завода в 1990 году была основана. Значит, сегодня в компании 4 направления. Есть камнеобрабатывающий завод, называется Шантажский гранит. Есть компания АДК. Ну, раньше она занималась производством абразивов. Почему такое название абразивы для камня обработки? Но сегодня это сервисная компания. Она занимается ремонтом дисковых пил на тайке, рихтовкой. У нас профессиональные специалисты работают. Значит, есть компания Кимберлит, которая просто держатель основных фондов. И сейчас это же наша торговая марка. Мы ее зарегистрировали. Ну и экспорт идет через Кимберлит, там, ближние зарубежья. Ну и непосредственно компания Шрифт Инструэнт, которая занимается производством. Мы производим, как я уже говорил, сегменты дисковых пил. Кроме отрезных сегментов производим любых размеров. До недавнего времени мы использовались в сырье компании Кимберлит. Мы, да, делали на алмазных порошках. Сейчас она нам отказала. Не отгрыжает на Россию, поэтому... Сегодня используем алмазные порошки китайского производства и частично Ильжин южнокорейский. Мы только взяли на пробу. Китайский, да, китайский уже используем. Гранитный завод наш является одновременно испытательным полигоном. Там мы отрабатываем сегменты под разные задачи, под разный камень, так как сложно получить какую-то объективную информацию, не имея собственной испытательной базы. Мы уже давно, в этом деле. Вазные сегменты мы производим 19 лет. И изначально, когда гранитного завода не было, мы часто путались, двигались не туда. И работали мы вначале под руководством той же компании Дебирс. И связующие покупали у французов. То есть их металлоги давали нам советы. В итоге мы были абсолютно не конкурентны по цене. И пришлось следовать торпой китайцев, то есть делать самим. Сейчас мы полностью используем связующие только российского производства. Частично делаем сами, частично изготавливают под заказ небольшая компания, которая работает только под наши задачи. Значит, что еще хотел сказать. Кроме гранитных сегментов мы делаем сегменты для мрамора, бетона, железобетона, огненкоров, анодных блоков. Причем, правда, нестандартная вещь. Объем производства сегодня составляет 50 тысяч сегментов в месяц при работе в одну смену. В следующий момент мощности у нас задействовано до предела. То есть вот при этом наборе оборудования большее количество мы произвести не можем, поскольку там есть определенные циклы, их нужно выдерживать. Смекание, охлаждение и прочее. Поэтому планируем сейчас сформировать вторую смену. Ищем людей, пытаемся обучать. Надеюсь, что если эта ситуация с таким спросом продолжится, то пойдем этим путем. Вторую, возможно, третью смену. Что касается импортозамещения непосредственно внутри нашей компании, то, я уже говорил, все кроме алмазных порошков мы приобретаем в России. Алмазные порошки высокопрочные в России не производятся. И не просматривается, что кто так будет. Ну, это дорогая технология. В свое время в средине 80-х годов Киевский институт святых материалов сам разработал пресс, камеру в дом, что-то сделал пробное. И началась перестройка, и все это благополучно затихло. Сегодня китайцы, ну, сегодня уже нет смысла идти в этот рынок, потому что его захватили китайцы. Они производят страшное количество порошка. Стоят огромные заводы, там по 400-500 прессов имеют. Хотя, ну, вот с прошлого года порошки в Китае начали дорожать. То есть до недавнего времени они все время дешевели, потом остановились, и сейчас пошли вверх. Сейчас вот мы получаем свежий прайс, и у китайцев уже, ну, так по китайским меркам значительно подорожали. Они объясняют это тем, что графит подскочил, а катализатор, электроэнергия. Потому что электроэнергия там идет увеличенно при синтезе борошков. Значит, ну, это что касается импортозамещения нашей в отрасли. Поскольку узким местом являются только алмазы, значит, в общем-то это не так страшно. Сегодня мы потребляем примерно 150 тысяч карат в месяц, это 30 килограмм. То есть в крайнем случае можно слетать с вещмешком. То есть эту тему мы закрываем. Есть еще узкое место графитовые формы. При спекании сегментов используется огромное количество форм. Они недолговечны. В среднем 30-35 циклов формы это сутки. Поскольку мы делаем большую линейку из сегментов, то мы держим огромный склад графита. Все время подвозим его из Китая. Но сейчас начали искать российских производителей. Кое-что уже получается. В Челябинске есть несколько компаний, которые готовы делать покрывание. Правда, плохо получается. Они давно работают с графитом, делают огромные электроды для металлургов. А у нас там такие детальки. Ну, вот уже мы недавно получили от одного такого поставщика партию. Пока еще не очень качественного. Думаю, добьемся. Сейчас остается только проверить графит на его стойкость. То есть, когда мы начинали, мы работали на немецких графитах. И там средний цикл жизни был 70 спеканий одной формы. Потом, когда перешли на китайский, в среднем 35 сейчас. Не знаю, посмотрим, сколько на российском. МПГ-7 мы используем, а производится в Новосибирске. Поглядим. Значит, в этом плане могу несколько успокоить, что в случае чего есть к кому обратиться. Зимой вот у нас неожиданно, когда курс к окну, мы просто захлебывались от заказов. Нам звонила вся страна. Сейчас немножко успокоились. Таким образом. Уже обстоит дело с производством корпусов. То есть, корпуса для камня обработки в России совсем не производится. Горьковский металлургический завод когда-то пытался поднять эту тему. Они производят огромное количество корпусов для деревооботки. Делают их там откровенно левой ногой. Там и посадочные свещены, и напряжения нет. И все, но, видимо, их устраивают. Они покупали даже оборудование немецкое. И немцев приглашали для того, чтобы организовать производство корпусов. Видимо, все-таки им это неинтересно. Поэтому вот это место остается узким. Сегодня китайские корпуса все возят. Поскольку мы занимаемся не только производством, но и ремонтом, и напайкой. И часто привозят корпуса, они китайские, очень плохого качества. То есть, разброс твердости огромный, там, до 10 единиц. Соответственно, их гнет там в неожиданных местах. Если для геночек это еще не так страшно, то с пакетами проблема. Вот сибирский гранитный карьер, который здесь представлен, он обслуживается у нас. Мы все время перебавим их пакеты. И когда они приходят теперь к байку, то они, наверное, изогнуты, прям непредсказуемо. Ну, то есть, основная причина – это некачественная закалка. Китайцы, видимо, не очень заморачиваются этим. В Германии осталось одно предприятие, которое производит корпуса для камня обработки. Точнее, им принадлежит две марки торговых – это «Лэмб» и «Муминов». Недавно они купили «Муминов», который там в третий раз разорился. И оживили его, поскольку там хорошее оборудование. Сегодня «Лэмб» продают корпуса либо под маркой «Лэмб», либо «Муминов». То есть, как хотите, поскольку они владельцы и той, и другой. Ну, сейчас сложности возникли с доставкой из Германии. Хотя немцы нас уверяют, что отправят. Я буквально вчера, там, позавчера разговаривал. Не знаю, ничего не пробовали в новых условиях привезти. Вот, коротко, что я вам хотел сказать. Если какие-то есть вопросы, я вам могу ответить. Скорее, по корпусам нет, еще не работаю. Нет, у нас пока есть остатки немецких корпусов в Москве. Кто-то просит китайские, мы возим иногда, иногда просто покупаем у тех, кто это занимается. Ну, если прижмет, будем возить и скорее. Что у нас делать? Мы хотим попробовать, начать делать корпуса маленьких диаметров, там, 350-400. То есть, начать с этой позиции, с легкой. А мелкие? Мелкие нет. Мы же не делаем сегмент под мелкой. Мы от трехсотки делаем. Сейчас вот еще много потащили. Хилти ушла с рынка, потащили в перепайку. Стенорез их много. То есть, их можно попробовать. В общем, несложно. Канаты? Канаты нет. Я лет 15 назад занимался этой темой, может быть, даже 50 лет назад. Ездил, учился, считал рынок. На тот момент не было рынка, чтобы окупить стоимость оборудования. Вот я скажу вам дальше, что возрождение там купило классификацию. То есть, покупая какие-то, которые в Берлине, там делают сборку лет 7, наверное, уже, и до сих пор оборудования не окупилось. Также меня тут склоняли к этому уральские камни, Степанченко Алексей в свое время. Я не увидел, что у нас окупится это оборудование. Потому что оборудование дорогое, очень производительное. Попресс-автомат, который прессует Берлина, брикетирует, делает 10 тысяч штук в смену. Вот такой пулемет выбрасывает. Там много перифирий. То есть, вложения серьезные, а не факт, что у вас сразу получится, и что у вас все начнут покупать. То есть, не просматривается оборудование. Пока меня не убедили, когда я не ввязался в это дело. Может быть, со временем, когда количество мультиканатов в России увеличится, там, раза в два в три, найдется спонсор, который будет заинтересован. Мы пока не рискуем. Самый тонкий сегмент, я вот сейчас практически с микропазмом, он рано уже получается что-то. Вот на 400, если диски будете делать, тонкий сегмент, максимально легко сможете сделать. Да, любой. Любой, да. И с микропазмом тоже, да, с корпусом не проблема, да. Все от формы зависит. Сделал форму, запрессовал, сбил. А мне надо было сюда приехать, чтобы что-то заказать. Сейчас распространены диски по деткам. Ну, деткам, материалы. Деткам, да, материалы, складные. Да, вот эта вот хрень, которая... Ну, не хрень, я извиняюсь, но не хочу обидеть. Ну, эти заменители искусственные, всякие материалы. Ну, мы, нет, твердый сплав мы не делаем, потому что у нас немножко другие температуры там. То есть, наше оборудование не предусмотрено на высокие температуры, мы спекаем до 1100 градусов. А там твердый сплав, там полторы тысячи. Потому что там карбиды идут, карбидовая фрама, там, ну, к этому температуру лучше. Юлия, расскажите, вы планируете какие-то нововведения выявить на производстве, какие-то возможности появились? Ну, просто интересно. Есть что-то в планах интересное, связанное, опять же, с обработкой камнями? У такого революционного ничего. У нас сейчас немножко, дорогая, печальная ситуация. Два месяца назад было обрушение кровли, потому что на гранитном заводе 600 квадратов из 2000 упало. Сейчас надо вот заниматься восстановлением. Алмазное производство у нас, в принципе, отлажено, все работает там. Я там иногда присутствую, как технолог, просто остальное сюда работает достаточно четко. А шарушки по полировке? Мы сегменты, нет, мы, да, эту полимерную тему мы закрыли, не хватало площадей закрыли. То есть все вообще не стоит? Да, да. А сегменты для шлифовки, там, первые три номера делаем, для перепайки китайских машин. Ну, ну, то есть на группы номера можно, да? Да, три номера делаем. Три, ну, четыре можно, ты же. С металом, с металом, ну, с алмазом, с сегментом, может быть? Ну, первый номер, железо, птичка. Ну, птичка, скажешь, что-то. А профильные шайбы вы делаете? Нет, профильные не делаем. Ну, вот, сейчас же практически все отказались от профилей. У нас на складе лежит огромное количество профильных фрез под сирму. Посадка 45, там, я не помню. То есть этот станок мы когда-то продали. Нам все эти формы делал в Полтаве Юра Петрусеевич. Вернее, все фрезы делал. И мы поэтому сами не заморачивались. А последнее время на них спроса практически нет. Все же посточно фрезеруют. То есть сейчас у всех стоят там, ну, не у всех. Вот через одного стоят пяти-востники, там, четыре-востники, на которых, знаешь, набил программу, отстрогал, и все. И не надо заморачиваться. Эти фрезы делать, дорогие, которые, может быть, один раз понадобятся. Если вам что-то надо, я могу скинуть остатки, у меня их приличные. А какая судьба от Аминдовского оборудования у вас? Я давно с ними не пересекался, но они, по-моему, работают. Но они из камней обработки, они делали попытки где-то в 80-х годах сегменты производить. Поскольку у них оборудование устаревшее, ну, не то чтобы устаревшее, но другого направления. То есть если у нас фрич стоит, ну, и вот всех этих компаний, которые я перечислял, то есть это горячее прессование. То у них немного другие технологии, там, печи вакуумные, еще что-то. Там они под другие задачи заточены. То есть они делают для металлообработки всевозможные, там, чашки, тарелки. Ну, да, подметал. Там шайда 250 диаметром полностью подметрил алмазом. Да, да. А алмаз, там, а один, там, натуральный алмаз, там, алмаз синтетический. И, по-моему, это все было проваливо сразу. Ну, натуральный алмаз и сейчас доступен, но, как бы, он стоит очень дорого, как бы, с синтетикой. И для того, чтобы получить такую же прочность, то есть вы должны купить не крошку, там, не А3, там, не А8, а целое зерно, оно стоит очень дорого. Сегодня алмаз природный используется только в нефтегазовом пурении. Там используется крупный алмаз, там серия Дэпдаст называется, она там стоит, что-то там, 9-10 долларов, 12 долларов за карат. А вот алмазный инструмент, который под мрамор, с пурением алмаза, он в гальваники, вы такое делаете? Нет, гальванику мы не делаем. У нас только стыкание. Гальванику делала куса, не знаю, сейчас делаю, или на черепке. Делает он, а мало? Нет, ну гальванику мы не делаем. Юлия, а пальчиковую фрезу вы делаете или нет? Нет, мы делаем же вот большие серии пальчиковую. В общем-то, может, нет, мы можем изготовить, но у нас в нашем исполнении это получится дорого, потому что для одной фрезы нам нужно будет изготовить холодные и горячие формы. И это все вяжет в себестоимость. Поэтому мы делаем не псевизное. А где вы ходите? В Екатеринбурге. В следующем году будет 20 лет, когда мы запустили алмазное производство. Все-таки же в Советском Союзе производится алмазное не вещество. Алмаз и сейчас производится, но производится низкопрочка. Вот то, что вы говорите для гальваники, для металлообработки, шлифовки. То есть это АС-6, АС-8, по-моему, максимум. А у нас камни обработки АС-250. То есть это разные вообще весовые категории. Это означает статическую прочность в ньютонах на сантиметр квадратное давление. То есть у алмаза есть такие характеристики, как статическая и динамическая прочность. То есть статическая – это когда вы просто давите там условно и замеряете момент разрушения. Как вот эта цифра АС столько-то, она означает вот этот момент разрушения зерна. А есть еще динамическая прочность, она вот при перенее не менее важна, потому что динамическая всегда ниша, то есть дохлубкость. Там тоже другие методы замерения. Вот эти два показателя, они характеризуют твердость алмазного парашка. Самое крутое, считалось, это один. Один – это природа, это природа. А это один, да. Сегодня он не используется. Ну, там на заре, я в камни обработке давно уже, но мы использовали природы, когда синтетики прочно не было. И я начинал, камни обработку попал на Казалкианский хоп в Узбекистане. И там было арбасинтез, стоял, они сами делали сегменты тренские. То есть еще такой беззащитной серебрии, но алмазы добывали рекуперацией. То есть по ночам мы там заливали кислотой буровые коронки, извлекали оттуда алмаз, пробили его, делали сегменты самодельные. Тогда предел прочности, пределом читания была С-65. Да, сегодня судно уже, ну это для мрамора сегодня. А раньше по советским гостам маркировкой земна там обозначалась этих мешок, по-моему, да? Что? Ну, маркировкой размер земна, там, там, 216-216. Ну, да, советская маркировка так. А она сейчас так же ставила земляк? Ну, сейчас, как правило, таблицы имеют там несколько, несколько столбиков, чтобы мы могли всегда сравнить. То есть есть и в мешках, и в микронах, и в линчах там еще. Это уже так. Ну, то есть сейчас на вас вам можно сказать, что мы хотим там зерно, чтобы было... Ну, 400 на 500, да. Это российская, да, маркировка в микронах. Ну, да, ну, честно, содержание там 20-25. Ну, сейчас, конечно, сколько? Да, 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 и сомнение содержания алмаза в микронах. Зависит от задач. То есть, ну, если говорить о мраморных сегментах, то концентрация где-то варьируется в основном 20-25 процентов, а в гранитах уже там 35-40, 45-47, в зависимости от прочности гранитов. Контакт по гранитам обычно какой сейчас размер забрать? Размер земла 35-40. Самое крупное, но, как правило, в каждом сегменте три вида, три размера зерна. То есть, в зависимости от твердости камня, либо, если камень мягкий, там может быть больше крупного, меньше среднего, не совсем мелкого, мелкий, там 50-60, он для ресурса добавляется. Если, чем прочнее камень, тем меньше там крупного зерна, там больше среднего, 40-50 основного. То есть, по мрамору тоже делается? Да. По мрамору делаем, да. Сейчас, кстати, я забыл об этом сообщить. Сейчас появилась возможность снова использовать кобальт. То есть, если раньше, ну там, в старые времена мы не заморачивались, делали все сегменты на кобальтовые связки, и горе не знали, что кобальт это и твердый, и сады ковки одновременно материал. Потом он стал нереально дорог, и последние годы все работают на кобальтозаменителях, поскольку кобальт, ну вот сейчас стоит, примерно, 150 долларов за килограмм. И сегменты получаются золотыми. А еще, там, 20 лет я назад начинал, когда производился алмазную стриму, то кобальт был еще доступен, и мы делали, ну, чисто кобальты, там, кобальтосодержащие. Все последние годы мы кобальт возили из Канады, сейчас эта лавочка накрылась. И вот, когда нас тут прижало, мы стали бегать по России, нашли производителя качественного кобальтового порошка, причем в 70 километрах от Екатеринбурга. И уже вот, ну, заказали сейчас третью партию, ну, то есть, ничем не уступает ему и кору канадскому. Там также экстрафайм, то есть, там, микрон размерзан. А советский кобальт был минус 70 микрон, там, пока один. Это кобальт идет на связку? Это связка, да. Это лучшая связка, это лучшее, что можно придумать. А вот связки на гранитном раме на чем отличаются? Ну, если так говорить, глобально ничем особо. Это также набор металлов. То есть, по мягкой камере, мягкая связка? Не совсем так. Есть вот такой основной закон, который гласит, что твердое пили мягким, а мягкое твердым. Совсем наоборот. Ну, большее, конечно, это относится к гранитам. То есть, мягкие граниты пили в твердом сегменте, а твердые граниты, наоборот, мягкие. Иначе у вас просто снесет алмазы. Поскольку кварц имеет практически такую же прочность, когда материалы кварцованные, связка должна быть мягкой для того, чтобы зерно немножко демпировало. То есть, не стояло там жестко, иначе его просто разрушили. А выяснялся определенные, что вы должны концентрацию подобрать таким образом, чтобы зерно не разрушалось, а только образовывало острый скол на грани. Вот тогда сегмент хорошо работает. Если вы не доложили, скажем, зерна, то есть, занедлили концентрацию, его просто снесет. Если вы перебрали, и у вас много зерна, лишнее зерно там для работы, его зашлифовывать, такие микроплощадочки получаются. Смотрите, эффект, как йог на гвозди ложится, да, и ему не протыкает кожу, потому что много гвоздей, общей площади гвоздей огромна. Также точно, если вы перебрали, перебралищите с концентрацией, у вас тоже сегмент пилить не будет. Поэтому там важно вот это все поймать. Ну и еще раз говорю, по твердым материалам нужно иметь пластичную связку. Кобальт для этого идеально подходит, но, говорю, что дороговато. Ну, можно уже еще просто использовать, думаю, говоря, алмаз с количеством оборотов, Михаил. Ну, вот это уже азы, это все знают. Раньше на дисках писали количество оборотов, сейчас не пишешь, не пишут. Ну, гадать каждый диск, там примерная таблица есть, а потом по звуку, по скорости, по словам, смотрите, выбирайте количество оборотов, не всегда понятно просто, то ли хорошо, когда много оборотов, то ли хорошо, когда мало оборотов. Нет, нет, вот то, о чем я говорил, о динамической прочности алмаза. То есть вот все эти нормы, количество оборотов, там, окружно, ну, чаще всего это окружная скорость, вы должны знать окружность, они увязаны с динамической прочностью алмаза. Если у вас оборотов, там, ну, скажем, вы пилите гранит, а у вас там 45 метров в секунду скорость, то, скорее всего, у вас алмазы все снесут. То есть динамическая прочность будет превышена вот этими параметрами. Поэтому пиление гранита, это же, ну, основа, от 27 по 35 метров в секунду у вас окружная скорость. Причем, чем тверже гранит и более порционно, тем ниже скорость, мягкие граниты, и выше, можно до 40, там, сейчас порошки прочные. Вот получается, если даже у меня загубление в камне идет, там, в миллиметрах, ну, скорость я увеличиваю, чуть ли там, не 10 тысяч, это тоже вредит алмазу. То есть у нас бывает такое, то, что ты поставь загубление маленькое, и быстро-быстро, чуть-чуть шешками пилит. Темно же гордится алмаз, правильно? 10 тысяч оборотов на станке. Ой, не 10 тысяч, но я имею в виду, сами там обороты сплются, а скорость, именно скорость. Ну, вот скорость пиления, она же в квадратных сантиметрах измеряется, да, то есть глубину умножаете на линейную скорость и получаете вот эту цифру примерно. То есть сегодня, при прочности сегодняшних алмазов, ну, вот на одиночках, средние граниты пилятся примерно 600 квадратных сантиметров в минуту. То есть при заглублении 1 сантиметр вы можете поставить линейную скорость 6 метров в минуту, получше 600 квадратных сантиметров. Это вот для средних гранитов хороший показатель. Если вы пилите тяжелые граниты, соответственно, она у вас там. Скорость это ниже. То есть либо вырегулируете ее заглубление, ну, как оборуду не позволяет, либо снижаете линейную скорость. Юрий, а я правильно понял, с кобальтом мы сейчас начали работать, да? Можно узнать название этих сегментов? Что, что... Название этих сегментов, где состоит кобальт? Кобальт мы сегодня предлагаем только мраморщикам. По границу нет, да? По границу дорого. То есть мраморщики перепаиваются раз там, ну, штрипцевые рамы перепаивают год и два месяца, год и три месяца. Поэтому для них вот эта стоимость сегмента меня всегда удивляет, когда они начинают считать, потому что там где-то третья цифра после запятой в квадратном метре. И вот Алена уже заказала кобальтовые сегменты. В понедельник мы с ней уточним. Для мраморщиков это актуально. То есть это всегда был выход. То есть мраморщикам пилили кобальтовые сегменты. То есть можно снизить концентрацию, более крупное зерно, кобальт его удержит. И новый сегмент будет работать эффективно. А каких сегментов вы, например, посоветуете пилить более такие сложные камни, где могут быть кварцы? Кварцы? Да. Ну, мы под кварц большого такого опыта не имеем. Иногда делаем сегменты под яшму, где, в принципе, там для 70% кварца. Делали сегменты под кварциты, вот для шокши как-то. Ну, это было до умножек. То есть делали максимально мягкий сегмент с большой концентрацией среднего и мелкого зерна. То есть вы ставите задачу, мы не пытаемся решить таким образом. У нас просто бинго, и мы часто спаркиваемся с проблемой, что тяжело пилиться, и края обрывают на одну току. По словам на пиво, ты хочешь выбирать такой более универсальный сегмент, чтобы не только бинго одну пилить, а обменять пилыки. Ну, это мы потом обливали. Хорошо. Все? Да, все. Спасибо вам. Спасибо, что вы слышали.